Всем привет, ребят, с вами канал Ставка Нет, и сегодня я хотел бы дать прогноз на матч НХЛ, который состоится 19 февраля ночью. Ну а перед началом данного видеоролика, уже по сложившейся традиции, хотел бы вам посоветовать нашего букмекера. Это букмекер из контора Мелбет, переходи в описание, забирай бонус до 19,5 тысяч рублей новым игрокам. А также хотел бы вам посоветовать наш Телеграм-канал, в котором мы даем от 2 до 5 ставок бесплатно в день. Я уже там выложил четверник на НХЛ из всех прогнозов, которые я записал на Ютуб. Переходи, смотри, забирай деньги. Так же, как на Ютубе будет 200 подписчиков, мы разыграем там 2000 рублей между вами. Переходим к матчу. Вегас принимает Лос-Анджелес Кингс. Победа Вегаса в основное время с коэффициентом 2 ровно. И немного аналитики. Западная конференция Вегас у нас идет на шестом месте, а Лос-Анджелес на восьмом. Что мы видим по личным встречам. Вегас за последние 5 игр одержал 3 победы, одна из которых в овертайме, и 2 раза проиграл. Крайние встречи. Лос-Анджелес 3 победы также, и 2 проигрыша, 1 в овертайме. По личным встречам между этими командами мы видим такие счета, как Вегас выиграл в гостях 3-6, Лос-Анджелес Кингс выиграл 6-2 у себя дома, Вегас выиграл 4-0. Лос-Анджелес Кингс выиграл 3-1, и Вегас выиграл 2-6. То есть, грубо говоря, преимущество 3-2 в пользу Вегаса, и если открыть статистику Вегаса и о домашних игр Вегаса, да, мы видим безалаберную игру, 3 поражения дома, одно из которых в овертайме, и 2 победы, одна из которых в овертайме. А Лос-Анджелес в гостях имеет в своем активе 3 победы в основное время и 2 проигрыша в овертаймах. Все тут, конечно, может свестись к овертайму, причем как бы на Вегас выставляют ко всем 2, это не особо такой уж и жесткий фаворит. Считаю то, что тут может, ну, доп-ставка это total 5-5 больше, потому что команды забивные, команды любят удаляться, команды любят реализовывать большинство. И даже, я бы сказал так, то, что Вегас любит играть 5 на 3, частенько бывает такое, что они забивают большинство 5 на 3, вот, вынуждают, грубо говоря, команду соперника удаляться дважды по 3. К ничьей все может сложиться, то есть я бы, конечно, присматривался к такому варианту, то, что если Вегас будет вести в течение всей встречи с минимальным счетом, то немного, ну, копеечку кинуть на ничью в этом матче, но не сильно рисковать, потому что я все равно придерживаюсь его мнения. Если без риска брать ставочку, это победа в матче Вегаса. Также повторюсь, на этот матч основная ставка победы в основное время Вегаса с коэффициентом 2, и 2 доп-ставки, это total 5-5 больше, и победа в матче Вегаса. Ну, и рисковая ставочка в лайве при минимальном отрыве Вегаса ничья. На этом все, с вами был канал Ставка Нев, всем удачи, всем пока!